Добрый день! Это ежедневный обзор главных новостей из мира блокчейна и криптовалют за прошедшие сутки. А сегодня криптомир как никогда скуп на новости. Все лишь вспоминали год, да делают прогнозы. Однако последний час показал, что кто-то решил воспользоваться ситуацией и закупиться на низах. Рынок резко позеленел, однако это еще не означает начало длительного роста. Как обычно, рекомендуем не делать резких движений и не поддаваться эмоциям. А согласно исследованиям год в поиске 2017, это обзор направлений за 2017 год, биткоин получил вторую позицию в группе глобальной новости. Данные свидетельствуют о том, что объем поиска был выше, чем даже для более резонансных новостей, таких как стрельба в Лас-Вегасе и солнечное затмение. Показатель поисковых запросов, как приобрести биткоин на третьей позиции в группе как. Данные указывают, насколько сильно было сосредоточено внимание на биткоине и криптовалюте в этом году, когда происходило резкое повышение цен. А ведь еще в далеком 1997 году два автора, американец и англичанин, издали книгу под названием «Суверенная личность. Овладение переходом к информационной эпохе». Скорее всего, тогда Джеймс Дэвисон и лорд Уильям Рис Мок вряд ли подозревали, что написали историческую книгу, описывающую недалекое будущее. Авторы книги убеждали читателей, что человечество ожидает большие перемены. В смелых и странных описаниях им, по сути, удалось предсказать идею криптовалюты, с пугающей точностью воплотившейся в сегодняшнем биткоине. Цитирую. «Новые киберденьги будут денационализированы. Когда суверенные личности смогут действовать меж границами, в пространстве, не имеющем материальной реальности, им больше не придется терпеть излюбленную практику правительств, снижать ценность денег через инфляцию. Почему? Контроль над деньгами перейдет от властной верхушки к глобальному рынку». Конец цитаты. Центральный банк Соединенного Королевства уже в следующем году может запустить в обращение, привязанную к фунту стерлингов, национальную криптовалюту. Ведомство уже провело переговоры с другими центробанками касательно перспектив внедрения национальной криптовалюты. При этом технология распределенного реестра может благоприятно сказаться на финансовой стабильности и повысить эффективность межбанковских расчетов, уверены в ведомстве. А многие эксперты уже предрекают повсеместное принятие государствами криптовалют уже в наступающем году. А завтра ожидаем следующее событие. Начало нового года! Ура! Удачных сделок, стальных нервов и всегда быть в курсе! До встречи уже завтра, айтюбер!